Этот праздник достаточно молодой, но без сомнения очень нужный. По указу президента Владимира Путина, День Отца отмечается в России каждое третье воскресенье октября. Поздравить присутствующих пришел и глава Краснокамского района Рустам Мусин. Он отметил, что в этот день всем папам России уделяется особое внимание и пожелал быть мудрыми наставниками, примером для подражания и лучшими друзьями своим детям, надежной опорой и защитниками семьи. В этом году День Отца решили провести в нетрадиционном формате. Участников ждали спортивные состязания, в которых отцы соревновались со своими детьми. В этом году мы подошли к этому мероприятию нестандартно. Решили провести спортивные соревнования между папами и детьми. И сегодня здесь мы будем чествовать хороших, примерных отцов с каждого сельского поселения. И хочется пожелать всем нашим командам, участникам успехов, созидания, крепкого здоровья и от всей души поздравить с таким замечательным днем. Альфред Габасов пришел на праздник вместе со своим сыном Кирьяном. Мальчик и папа практически все свободное время проводят вместе. Занимаются спортом, выезжают на рыбалку, принимают участие в веселых стартах. Вот и сегодня они пришли на праздник, чтобы показать класс. Классный руководитель моего сына, он предложил поучаствовать в этом мероприятии. Оно не такое древнее, год всего лишь ему. И мы приняли участие и планируем все-таки уйти с достойным местом. Не первое, так второе, но наше будет по-любому. Большое спасибо, хотели бы сказать, что в целом такое мероприятие сейчас есть, как День отца, праздник все-таки официально стал с 2021 года. Ну и хотелось бы, чтобы это мероприятие, ну ежегодно было все лучше и лучше, как бы, ну, мы только за, наша семья будет участвовать в таких мероприятиях. Все участники торжественного мероприятия получили благодарственные письма за большой вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей. А трое отцов были удостоены общественной награды «Отцовская доблесть». Спасибо.